всем привет мои дорогие друзья решил снять такое необычное видео как перебор монет дело в том что ковырялся короче и нашел вот такую штуку смотрите в 8 сентября наверное до 2018 года прикиньте какой старый мешочек ему уже три года и я сейчас его вскрою 70 гривен 10 копеечными монетами офигенно тогда это только-только начиналась вся движуха с этим не переборами монет и так далее блин очень интересно найду ли я что-то любопытное в данном мешочке а при вас прямо распаковываю представляете такая красота блин запечатан он прям зашиты что ли класс эту бирочку надо сохранить можно продать было правда этот мешок прямо запечатаны вот так интересно сколько бы стоил такой мешочек 70 гривнами смотрите наши золотцы вау а там новенькие какие-то с и 3 евро вижу штемпельные монетки представляете а ну-ка давайте посмотрим какого года штемпельные монетки что это у нас такое здесь сияет так красиво 14 год блин я думал 16 может быть но красивым все равно штемпельная смотрите какая красота круто ну что ж я начинаю перебирать смотрите штемпельная сразу 2010 год красота что какая класс вот значит старый мешочек блин и много тут блестящих таких монет интересно какие года смотрите 13 ему 13 послабее будет блин офигеть а перебирать не перебирать фигеть 70 гривен это сколько здесь количество монет а так на скидку хотя бы блестящие подостаю это 14 еще ну-ка вот самое главное что там английский чекан до 16 год еще какой-то год такой необычный короче я наверное сейчас по перебираю давайте так наугаса возьму вот сколько достану и посмотрим вместе что тут можно найти 14 14 14 14 8 смотрите еще и со штемпельным блеском ну не супер идеальная какой-то блеск даже есть прикольно так что еще есть 14 14 14 вот 10 тоже блеск есть какой-то так тоже ну ладно сюда пока поставлю что есть еще 11 10 10 14 вот тут ролик был 16 ухты 8 какой зацените красивый какой класс ой какое какое удовольствие 10 тоже блестит красиво еще 10 так себе 7 смотрите в блеске класс очень хороший мешочек находочка такая да прикольно все я погнал перебирать чуть позже включусь посмотрим что там найду решил чуть-чуть показать вам как я этой херней занимаюсь короче у меня здесь лупа на всякий случай я там смотрю год какой будет вам видно или нет вот тоже удобно очень потому что такие маленькие они сволочи те десятки вот тут ряды короче выставляют типа лучше хуже и самые лучшие что попадаются ну и по годам вот там допустим 15 14 год шмурдяк сразу отбрасываю но они не являются ценными редкими это металл просто обычный все что после 13 я откладываю по-любому все потому что ой смотрите какая хорошенькая сразу только что гляньте какой блеск девятый год красота какая вот откладываю где-то мне 9 здесь откладываю все года почему потому что я потом обязательно проверю на магнит в каталоге у максима загреба написано что есть магнитные соответственно надо все абсолютно оставлять и у меня если такой супер магнит и потом вот так вот раз проверяю на магнит ведь держится все класс значит можно выбрасывать вот так вот я и херачу в общем перебрал перебирал надоело решил остановиться значит вот 92 год 10 копеек и так сколько здесь разновидов сейчас я раскидаю то есть по годам и посмотрю не по годам по разновидам и посмотрю сколько видов 10 копеек нашел перебрал где-то половину сразу скажу так визуально видно что кстати вот так можно попробовать он смотрите прикольно увеличил короче итальянский чекан 1 луганский чекан английского нету вот короче такое себе я вам хочу сказать переборчик так не супер удачный английского чека на 10 копеек почему-то нету я даже в шоке сколько можно уже его искать когда я уже найду этот английский чека за 20 тысяч гривен а монета блин что такое так в общем вот такие 10 чеки не знаю может быть там есть какие-то еще разновидности с этими 10 чеками ну вот вроде бы видно да вот где там вот здесь вот что-то может быть и есть фиг его знает короче даже не хочется смотреть эти ягодки честно не знаю кто это там покупает но я не нашел каких-то там супер экстра разновидности по этим ягодкам значит из интересного сразу скажу что я нашел это вот такой маленький джек-пот зацените какая красота 2004 год а какое состояние посмотрите одно удовольствие вот напишите в комментариях сколько может стоить такая монета ну там есть какие-то следы грязи но при всем этом какой блеск какое отражение просто офигеть вот так же шестнадцатый год значит вот шестнадцатый год значит так это 14 это 14 это 14 типа хуже лучше 14 много 15 чуть поменьше но 16 всего лишь раз два три четыре пять шесть монет вот 6 монет 16 вот все что по 16 года я считаю это редкое явление значит я залез в интернет посмотрел по продажам давай фокусируйся не фокусируется что ж такое то короче шестнадцатый год блин чё она не фокусируется не понимаю а вот шестнадцатый год значит продается только в роллах и только монеты из обихода обычные монеты ходовые вообще не продаются то есть не ну как они продаются да но ни одной покупки не было не знаю с чем это связано видимо все находят просто бесплатно на сдаче в карманах вот такая вот значит набор монет с 2002 года вот 2002 первого не было 2003 всего лишь одна монетка считаю тоже редкой монетой вот здесь копеек 2003 год 1 дальше 2004 год уже немножко больше пятый еще больше шестой седьмой восьмой поменьше девятого дофига десятый чуть чуть меньше одиннадцатый много двенадцатого очень мало кстати тринадцатый ну и дофига 14 дофига пятнадцатого и вот это все 16 буквально там сколько там 66 7 штучек или пять штучек шестнадцатого года всего лишь одна 2003 года монетка и 2002 4 монетки вот такой улов дорогие друзья с перебора где-то ну может гривен 35 может 40 гривен я перебрал из мешка 2018 года какой итог я могу заключить перебрав эти монеты ну здесь я еще покопаюсь по каталогу визуально редкого ничего не вижу вот они все засорные грязные то есть такое на любителя из отличных состояний вот эти вот монетки но допустим посмотрите тоже красавец какой одиннадцатый год мне попался попробую его как-то показать вам получше вот одиннадцатый год вот такая красивая монетка попалась тоже приятно очень венсе так сказать значит можно эти монетки выбрать только в юнси переберу еще посмотрю по этот маленький герб однокопеечный повороты все я проверил гурты еще проверю и самое главное проверить надо на магнит вот на магнит надо все проверить потому что посмотрел в каталоге бывают вот эти года вот эти года бывают магнитные поэтому магнит лучше взять мощный чтобы если вдруг что сразу он достал если вдруг там есть магнит то есть вот и все здесь их поставила прям при вас принципе почему бы и нет сразу и проверю на магнит нету магнит мощный поверьте на слово смотрите вот сразу целую кучу десяток взял в принципе нормально то есть но достаточно мощный магнит 14 15 и 16 год я тоже проверяю на магнит потому что там может быть не магнитные монеты кстати еще немаловажный нюанс который меня заинтересовал сейчас проверим и так и так меня интересует годовой набор 2014 года магнитные ли 10 копеек или нет не магнитные не магнитные все дорогие друзья 2014 год это дорогой набор потому что оказывается здесь все не магнитные монеты а у нас в обиходе все дичунчики они магнитные эти вот 14 год дальше еще сейчас кое-что посмотрим вот допустим 2015 год ну-ка смотрите не магнитные дорогие друзья 15 год все редкие монеты у у кого нету покупайте дальше 16 год смотрите не магнитные видите 16 год не магнитные монеты офигеть дальше 18 18 год а здесь уже видите вот магнитные смотрите магнитные магнитные эти не магнитные вот 18 году вот эти монеты уже магнитные то есть о чем я хочу сказать вам этим экспериментом которые только что провел перспектива есть в четырнадцатом году найти в обиходе не магнитные в пятнадцатом шестнадцатом году в трех годах можно найти не магнитные монетки поэтому дорогие друзья все монеты проверяйте магнитом обязательно и вы найдете супер редкую дорогую монету а также если вы собираете погодовочку то в интернете можете недорого купить обиходные монеты из годового набора подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить вот такое очень странное видео было всем удачи пока а а